В силу специфики моего канала сложилось так, что вокруг меня и моего контента, на моих прямых эфирах, на моих видосах постоянно собираются комменты про то, что умный, неумный, как стать умнее, с помощью чего стать умнее, что содержит в себе слово умный и прочее лабуда про на самом деле несуществующие термины. Здрасте, вы на канале Сеяна, это разговорный видос про суть понятия умный. Да, в действительности все эти термины не значат ничего. Но умный или тупой решает только говорящий, потому что каким бы умным вы ни стали, рано или поздно вы выскажетесь на тему, которая не ваша, и какой-нибудь чувак, который наоборот академическими знаниями в этой же теме обладает, он вас заткнет за пояс и скажет, что вы тупее пробки. И поэтому как бы стать умным в широком смысле и для всех вообще невозможно. Вы можете найти там критику Вассермана или какого-нибудь другого, кто стереотипно в народе считается умным. На самом деле беда в том, что в принципе те люди, которые причисляют кого-то к стану умных, они сами себя причисляют к стану тупых и как бы тем самым отказываются самостоятельно выносить мнение и решение. И в этом есть проблема. Но сейчас не об этом. Ролик называется «Почему все вокруг тупые?» и здесь я просто расскажу какие-то свои измышления, разберу какие-то популярные тезисы. В общем, истину... В общем, истину в последней инстанции я, как обычно, не озвучу. Сорян, найти ее не получится. Во-первых, есть проблема в системе школьного образования. Я думаю, вы много раз слышали про то, что отличники в жизни ничего не добиваются, а вот троечники города берут. Конечно, это частные примеры. И просто если чувак там добился больших успехов в жизни и при этом хорошо учился в школе, он ничего об этом не говорит. А вот если чувак был двоечником и достиг успехов, то все. Это он будет упоминать как можно чаще и доказывает, что, мол, я не знал больших долбоебов, чем мои учителя. Все врали там, сосали, блядь, говорили, что я ничего не добьюсь, а я добился. Для него это становится важной темой, и, собственно, поэтому он это культивирует, а в мозгах массы культивируется мнение, что вот двоечники чего-то добиваются. На самом деле, действительная проблема в образовании существует в том, что люди, которые в школе были отличниками, они были таковыми из-за того, что соблюдали, соответственно, и правила. Это распространится не на всех, но как это, в общем, работает. Работает так, что, чтобы стать школьным отличником, по сути, нужно делать то, что тебе говорят. Тебе говорят учить уроки, ты это делаешь, получаешь за это оценку. Например, я вот сменил шесть школ, и в некоторых из этих школ ставили оценку за поведение, и это в итоге влияло на общую оценку. То есть, если ты не косячил, сидел как бы на жопе ровно, то таким образом твоя оценка повышалась, и поэтому отличники это были именно те люди, которые делали то, что им говорят. Учились и сидели спокойно. И в итоге у этих людей появляется, вот, вырабатывается на это инстинкт, что их хвалят, поощряют оценками за то, что они выполняют приказы, по сути, да, и когда они выходят во взрослую жизнь, то уже не находится учителя, который говорит им, что делать, они оказываются потерянными, и в итоге там некоторые действительно никаких успехов не добиваются, а некоторые там находят себе начальника, который будет говорить им, что делать, становятся карьеристами у них, все хорошо, а некоторые идут в секты и, как бы, очень плохо заканчивают, понятно. Но это, опять же, это не на всех распространяется. Нет ничего универсального, вас наебали. И еще штука, которую я очень часто замечаю за представителями современного поколения, это то, что они берут, пишут какое-нибудь жутко-едкое заявление в комменты, что-нибудь такое прям уничтожающее, и когда им что-то отвечают и каким-то образом обличают то, что то, что они написали до этого, было не особо правильно или не особо имело смысл, они тут же сливаются, при том сливаются фразами именно «Ну, я дебил, как бы, что ожидалось, в принципе, я этого не отрицаю, вот». И, знаете, в принципе, на самом деле хорошо, что современное поколение отличается вот такой самоироничностью, там, постмодерна мы знаем, но такая штука, что это используется, безусловно, как способ защиты от реальности, которая, ну, тяжелая, страшная и, что самое главное, очень забавная местами. И еще забавнее она становится, когда собственную абсурдность не признает. И неудивительно, что появилось такое количество иронии, и современные подростки настолько саркастичны. Но при этом в отношении себя это используется как универсальный домик. Я тупой! Я ничего! Ааа, все, не говорите! Ничего не слышу! Я тупой! Ирония, ирония, ирония! И вот эта часть уже печальная. Особенно я охуеваю, когда люди пишут, что, типа, «Я не знаю, что я делаю на твоем канале, он же такой интеллектуальный!» Ну, это прям вот какой-то абсурд. То есть я понимаю, что когда я существую в одном медийном пространстве с Ольгой Бузовой, то, возможно, да, все, что я делаю, оно кажется каким-то интеллектуальным. Но именно вот это вот разделение, оно тупое. Просто есть какие-то вещи, которые... Все, что могут, это вас развлекать собственной абсурдностью. И есть вещи, у которых не стоит задача вас развлекать, а стоит там что-то рассказать, чему-то научить. Хотя не сказать, что в мои ролики прям суперобразовательные. Они скорее культурно-популярные. Фича в том, что на самом деле в школе вы в любом случае не можете получить какой-то прям основной багаж знаний. Здесь хочется разобрать еще один довольно популярный миф, что учиться надо в молодости, а вот потом уже мозги, они как губка. Они сначала впитывают, а когда много впитали, они впитывать перестают. Это пиздеж, потому что количество материала, которое есть у вас в голове, то есть знаний, да, оно накапливается вне зависимости от вашего возраста. Тут вопрос того, насколько хорошо вы умеете их накапливать. И вот эта вот история про то, что там после 25 или после 30 лет учиться бесполезно, это полная хуета, абсолютная хуета. Самые лучшие люди на Земле в плане интеллекта учатся всю свою жизнь. И, собственно, вам я советую и желаю ровно того же самого. Но как это относится непосредственно к живущим стереотипам? Люди думают, некоторые, да, что вы получаете там основную инфу в школе, потом в универе, и после этого все. На самом деле в школе вы вообще пиздюк. То есть так-то вы проходите больше социальную адаптацию, нежели какое-то интеллектуальное развитие. То есть я, честно говоря, не понимаю, зачем вообще в школах дают Достоевского или Толстого, или какие-то произведения Есенина, которые направлены именно на саморефлексию. Это в таком возрасте понять в любом случае невозможно. Это совершенно бесполезно. Ту же «Войну и мир» ее и в одиннадцатом-то классе преподавать не особо имеет смысла, потому что мало того, что, в принципе, есть барьер времени, да, бесконечное количество французского в ней, ее написал человек, который вообще с самого начала хотел написать историю одного декабриста. Но чтобы объяснить всю проблематику в ней, ему понадобилось описать чуть больше временного периода, а потом еще чуть больше, и так появилось вот три тома, понимаете? И поэтому ее бесполезно давать в школе, потому что, ну, для чего? В любом случае это все будет непонятно. И даже давая ее, необходимо вбрасывать также исторический контекст. И таким образом мы плавно переходим к следующему популярному мнению, что книги делают человека умнее. Это на самом деле самое раздражающее вообще, что есть во всех этих фразах про умных, что вот есть какие-то абстрактные умные, которые читают какие-то книги, и книги делают их умнее. Это вообще очень тупо говорить про умных людей, как про какую-то отдельную цивилизацию со своим собственным рационом питания. Это полная хуета. И честно говоря, умный вы или нет определяется исключительно тем, как вы сами себя позиционируете. И если вы прочли много книг, это не значит, что вы сильно поумнели. И вообще в прочитанном произведении гораздо более важно то, насколько вы поняли и осознали в широком смысле контекст того, что там написано. Потому что в случае с войной и миром, если вы нихуя не знаете про Наполеона, про царскую Россию тех времен, то вы также нихуя не поймете, что там произошло, потому что там вся проблематика на этом завязана. Это не просто там истории про то, как кто-то сдох, а кто-то влюбился. Что действительно может выдать вас умного или неумного человека, это ширина взглядов. Широта взглядов. Дело в том, что каждый вопрос, он имеет в себе очень много разных позиций. И это в принципе очевидно. Но я приведу пример. Например, есть вот известная трагедия Хиросима Нагасаки. Да, американцы сбросили бомбу. И казалось бы, самая простая позиция, это плохие кровожадные американцы, которые взяли и ебанули бомбу на эту бедную Японию, беззащитную, да, маленькую страну, все там разъебали. Какой кошмар и ужас. Но если наложить на это исторический контекст, то, что, между прочим, шла кровопролитная война, и то, что японцы жрали, буквально жрали военнопленных, и то, что, например, действительно ли масштабы умерших от Хиросимы и Нагасаки, они настолько велики, чтобы сравнивать их с масштабами потенциально погибших от войны, это как бы тоже вопрос. То есть, действительно ли от Хиросимы и Нагасаки погибло меньше, чем могло бы погибнуть от войны, это вопрос. И, понимаете, возможно, также отличная и очень интересная точка зрения, это то, что любой способ прекратить войну хороший. Я как бы ни одной из озвученных точек зрения не придерживаюсь, я, в принципе, не хочу высказывать какую-то свою личную позицию по этому вопросу, вот, но сам факт плюрализма мнений в этом вопросе, он жутко интересен, и поэтому там ответы каких-то действительно умных людей, типа ученых или академиков, их редко печатают в газетах, потому что неинтересно слушать чувака, который говорит, ну, знаете, есть вот эта точка зрения, есть вот эта точка зрения, интересно слушать кого-то, кто говорит прямо, что вот эти пидорасы, там вот здесь враги, а здесь не враги, и как бы все, вот два лагеря, очень просто. Это полная хуйня. И ровно то же самое относится к абсолютно любому вопросу, за который вы не возьметесь. То есть на самом деле абсолютно все, что вы слышите, каждую позицию, особенно позицию, которую кто-то дублирует, да, которая начинает тиражироваться из самых разных ртов, самых разных общественных деятелей, она, как правило, относится к какому-то лагерю, и, как правило, есть противоположный лагерь, который говорит противоположные вещи. И, как правило, мнения и тех, и других имеют крупицу истины. И до какого-то, до какой-то общей истины, да, никто так и не дойдет. Но для вас это может стать отличным вопросом для изучения. И нет совершенно ничего страшного в том, что вы чего-то не знаете, чего-то не понимаете, на какие-то еще вопросы не можете ответить. Как бы в этом это не стыдно, это нормально. Если вы чего-то не знаете, то нет ничего плохого в том, чтобы это прогуглить. А называть себя тупым, это просто домик. Вы просто прячетесь от реальности и не хотите становиться лучше. А это хуёво. Вообще вопрос про умных и тупых, он абсолютно вечен. И, как бы, этот ролик, он совершенно ничего не изменит. Я надеюсь, только что-то подвинет в вашей голове, и вы начнете о чем-то рассуждать. Интеллект толпы определяется по интеллекту самого тупого из ее членов. И таким образом, чем шире любая масса, тем она тупее, потому что в ней всегда встречается с самой тупой. То есть это закон, распространяющийся на абсолютно что угодно. И если, допустим, зайти в комментарии на Ютубе, то создается ощущение, что аудитория абсолютно любого человека кромешно тупая. Например, вы можете поискать в комментариях под моим предыдущим роликом люди, которые оправдывают лидера и говорят, что в его втором куплете на самом деле есть рифмы. Они пишут какие-то слова, которые на самом деле вообще не рифмуются, но в их голове это что-то значит. И из этого не нужно делать вывод, что вся аудитория Ютуба тупая. Я бы давно ушел с этой площадки, если бы это было действительно так. На самом деле, люди, которые оставляют комменты, это в принципе какая-то отдельная каста, потому что я не помню, что вообще оставлял хоть какие-то комменты на Ютубе, но такие люди на самом деле есть. Ну что ж поделать? Еще про комментаторов в интернете хочется сказать такую штуку. Однажды я имел удовольствие общаться с довольно крупным менеджером тогда еще существовавшей отдельно компании Sony Ericsson. А во время, когда еще существовала компания Sony Ericsson, я был мелкий и интернет тоже был в таком зачаточном состоянии и собственно сами менеджеры прекрасно понимали, что люди пользуются очень ограниченным количеством сайтов в принципе, а заходить регулярно на сайты телефонов никто не будет. И уже тогда отлично понимали, что большая часть комментов на этих самых сайтах в любом случае будут отрицательными. Потому что, опять же, никто просто так на коммент компании, которая производит телефоны, не пойдет. И вот радость от покупки телефона, она может побудить его, ну там, друзьям рассказать, похвастаться. Может там, не знаю, какой-нибудь пост у себя написать тогда еще в ЖЖ. Но пойти на сайт телефонов и поставить высокую оценку нет, нет, нет. А вот если ему что-то не понравилось, то он наверняка до него дойдет. Таким образом и получается, что почти под любыми телефонами на сайтах подобных оставляются в основном отрицательные комменты. И подобная тенденция, она распространилась и на современный интернет, потому что, ну ладно, мой канал, на котором я высказываю мнение, иногда очень откровенно, оно может кому-то не нравиться, это можно понять логично, из-за чего меня хейтит. Но есть, например, канал по кашеварям, да, это как дружи обломов, только в Москве, просто второй дружи обломов, и он обозревает еду и делает рецепты. Что может быть более дружелюбно и безобидно? Никого не может оскорбить еда, к тому же, что он максимально вот такой политкорректный, он не особо бомбит, в основном хвалит, всегда находит плюсы, понимаете, не застряет внимания на минусах, и все равно абсолютно, абсолютно все его комментарии состоят из бесконечного хейта, докапываются до самых мелких просто фрагментов и частей, там, здесь он назвал неправильную цифру, здесь он что-то не заметил, здесь какой-то свет пересвеченный, здесь слишком долго, иногда просто пишут скучно, не понравилось, снимай другой. И если у некоторых блогеров аудитория это совсем дети, которым просто прикольно любое взаимодействие, и писать что-то в комментах, им также очень весело, то вот аудитория старшая уже комментов особенно не пишет, и я очень рад, что вы пишете мне какие-то комменты, я понимаю, что вы делаете некоторый шаг через себя, я это ценю честно. И то же самое, что я говорил про книги, относится к образованию, особенно в России, если человек отсидел там 4 года в какой-то шарашке, это не значит, что он обладает каким-то там вот особенным мозгом, я помню время, когда Паша Микус заявлял, что у него два высших образования, вы можете делать соответственные выводы. И на самом деле само образование, оно также не является накоплением определенного нужного базиса знаний. На самом деле любое образование, которое вам дают, оно учит вас не столько, не дает вам как бы определенный набор информации, оно скорее учит вас искать информацию, и написание выпускной работы из любого вуза, то есть там будь то курсовая, будь то диплом, это по сути самостоятельный поиск инфы и объединение ее в какую-то стоящую работу. То есть на самом деле совершенно не подразумевается, что окончив образование, вы должны перестать учиться, подразумевается, что образование научит вас учиться, понимаете? И то же самое относится к интеллектуальному контенту. В принципе, довольно много развелось в последнее время интеллектуалов, которые самые разные вещи пытаются продвинуть, но на самом деле это скорее хорошо, чем плохо, потому что даже те, кого сейчас называют псевдоинтеллектуалами, это уже в принципе люди, которые пытаются двигать то, что мы сейчас видим вокруг, в какую-то лучшую сторону. Тут, понимаете, главное в этом всем это просто интересоваться, сохранять желание изучать, и вот это вот самое детское любопытство, потому что на самом деле абсолютно все, что происходит в мире, даже самые абсурдные какие-то вещи, они так или иначе складываются в какие-то интересные закономерности, это достойно того, что вы в этом взяли и разобрались. По сути, весь этот вот хваленый, выдуманный интеллект, он весь просто сосредотачивается в слове изучать. Если вам что-то вот интересно, какая угодно тема, смотрите про нее, читайте про нее, узнавайте про нее, главное не скатывайтесь во всякие тайные знания, типа там саентологии, запрещение прививок религии и всего прочего, это вот все вас ни к чему не приведет, а все остальное изучайте в свое удовольствие. Вот такие дела. Воспринимайте этот видос как подкаст, такие видосы собирают, не знаю почему именно, но в общем я рад, что вы досмотрели до конца, спасибо вам, ребята, вы знаете, где кнопки подписки. Все кнопки, блять, а это другие видосы, кликай на них, получай удовольствие от них. Хей! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok